Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Практически все считают своим долгом напомнить о том, что Рязань должна быть краше, в ней нужно привлекать гостей и туристов. Но каким образом? Об этом мы не только говорим с нашим гостем, депутатом областной думы Михаилом Крыловым. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с конкретных действий. Что было уже сделано для того, чтобы в наш город потянулись люди с фотоаппаратами, с желанием поселиться у нас? Вы знаете, Рязань из года в год становится краше. И это видно. Открывается много торговых центров, офисных центров, гостиниц. И процесс этот продолжается. Но я считаю, что надо еще сделать акцент именно на исторических каких-то местах, которые интересны будут не только горожанам, но и гостям нашего города. И вот, как пример, в этом году произошла реконструкция улицы Почтовой. В следующем году будет реконструкция Лыбецкого бульвара. Также вот глава города, глава администрации города заявил, что будет также реконструкция и благоустройство ЦПКО. У нас уже тут открываются и велосипедные дорожки. И несмотря на то, что люди ушли в торговые центры, в основном там сейчас можно и отдохнуть, и посмотреть кино, и покушать, и детей определить в какие-то клубы. А я считаю, что интерактив, который происходит на улице, это все равно интересно. И люди к этому тянутся. И у меня есть позитивный опыт в этом. Я считаю, что необходимо нам разрабатывать территорию, которая находится около Кремля. Есть один проект, который я сейчас буду презентовать. Это город мастеров, где можно будет посмотреть и поучаствовать в мастер-классах по гончарному ремеслу. По кузнечному делу, по хлебопечке и так далее. А что для этого нужно? Вот этой полянки самой по себе хватит? Вот мне, например, как Рязанке, не хватает элементарных лавочек. У нас есть рядом с Кремлем неосвоенные территории. Ну, например, остров. Это вот слева от Кремля, если смотреть на лицо. Справа есть свободные территории. В принципе, эти территории можно освоить и сделать там как раз город мастеров. Вопрос только, на какие средства будут производиться эти работы. Потому что я думаю, что сейчас ни городской бюджет, ни областной навряд ли не возьмут на себя такие большие расходы. Поэтому, скорее всего, надо будет делать какой-то проект хороший и на федеральном уровне получать какой-то грант. С самими мастерами какими-то вы уже вели беседы? Есть желающие принять участие? Да, я общаюсь с участниками ремесленной палаты. И, кстати, сейчас работаю над изменением законодательства о ремесленничестве. Давайте напомним, что собой представляет, в принципе, закон о ремесленничестве и какие изменения планируется внести в него? Закон о ремесленничестве уже существует. Я не могу сейчас сказать, с какого года. Но изменения, которые сейчас готовятся, они позволят ремесленникам определиться как субъекту. Потому что у нас есть, например, определение предпринимателя. Предприниматель платит налоги и ведет свою хозяйственную деятельность. А ремесленники, они люди, которые зачастую не могут себе позволить заплатить столько налогов, сколько платит предприниматель. Потому что сам вид деятельности не приносит такого дохода. И для того, чтобы ремесленники были защищены с точки зрения налогообложения, выплаты в разные фонды, пенсионные, социальные и так далее. Вот как раз вносится изменение в этот закон. Там предполагается членский взнос, из которого и будут выплачиваться какие-то налоги и отчисления в фонды. Вот возвращаясь к благоустройству известных улиц, скажем так, центра города. Не хочется, чтобы все заканчивалось с наступлением холодов. Скоро зима, прекрасное время года, когда снег, тоже солнышко. Хочется поучаствовать в каких-то, ну, я не знаю, от веселых стартов для детей до того, чтобы тоже пройтись и послушать хорошую музыку. Почему бы и нет? Ну, зимой проводятся мероприятия. Ну, я думаю, что можно будет с городской администрацией, с управлением культуры города Рязани поговорить о проведении каких-нибудь зимних забав. Ну, вот как раз на Почтовой, на Лыбиде в течение года можно. Может быть, будут какие-то мини-катки, но надо опять найти какие-то средства, чтобы это все сделать, и тех людей, которые будут этим заниматься. Потому что очень много проектов реализуется сейчас по, ну, скажем так, на инициативе граждан. А что вообще советуют, о чем просят? Вы же все равно мониторите ситуацию, спрашиваете обычных прохожих, как им понравилось что-то, что бы они хотели еще увидеть. Людям очень нравится улица Почтовая в том виде, в котором она сейчас. Люди хотят, например, фастфуд какой-нибудь национальный русский, типа блинов, пельменей. Традиционный? Да, традиционный. Квас какой-нибудь, медовуху, можно там глинтвейн безалкогольный и так далее. Все это можно сделать, и это будет интересно как раз зимой. Выпить горячего полезного напитка с витаминами, заесть это пирожком. Я думаю, что вот такие как раз, такие проекты, вот, надо подумать и постараться их реализовать. В каких-то регионах что-то подобное уже есть? Вы берете пример с кого-то? В некоторых городах, например, Нижний Новгород, Самара, Вологда, Ярославль уже подобные проекты существуют. И, в принципе, уже можно брать у них, так сказать, опыт применять к нам. Сейчас ведется такая кропотливая работа по тому, чтобы вот торговые ряды, которые у нас сейчас замерли, там, с одной стороны они работают, а с другой стороны они... Непрезентабельно выглядит, честно говоря. И сейчас как раз ведется работа, чтобы это здание как раз отдать в управление Министерству культуры Рязанской области. Я думаю, что там как раз и должны возникнуть какие-то очаги такого вот ремесленничества. Информационный центр может быть там. Это очень важно, потому что каждый горожанин или гость, может быть, придя в информационный центр, получит бесплатно карту города, где указаны все достопримечательности города. Вот в этом смысле, мне кажется, очень благодатно коломна. Там на территории одного Кремля и экскурсия, и музей. Посоветуют сразу что еще. И попробовать вкусности какие-то можно. Да, у каждого города есть своя специфика. Но смотрите, у нас очень хорошая зона формируется рядом с почтовой. В этом году почтовая, в следующем году лыбить. Если заработают торговые ряды, вы посмотрите, какая зона получается туристическая, интересная. Плюс там гостиница строится, откроется. Вот все, собственно, и Кремль рядом. Онлайн-общение с жителями Рязани существует? Вот с депутатами и рязанцами, может быть, те же советы, чтобы выслушать? Всю толпу не примешь, правильно? Да, ВКонтакте, в социальных сетях, ВКонтакте есть группа, называется «Рязанский Арбат», такое рабочее название, где люди как раз высказывают свои пожелания. Очень много интересных находок, и некоторые даже будем реализовывать. Вы знаете, организован фонд, социальный фонд, называется «Любимый город», который как раз объявил сейчас конкурс на наполнение улицы Почтовой малыми формами, какими-то интересными событиями, чтобы улица жила, дышала. А возврат к прошлому немножко будет? У нас ведь исторический центр. Все безумно интересно, если бы знать. Ну, стилизация улицы Почтовой под Сталином, безусловно, остается. Конкурс покажет. Мы с вами, скорее всего, проведем еще отдельную передачу именно по конкурсу. Михаил Геннадьевич, у вас вчера был юбилей. Во-первых, телекомпания «Город» вас с этим поздравляет. Спасибо. А во-вторых, как человек творческий, я думаю, вы сделали подарок, достойный и себе, и своим слушателям, учитывая, что вы очень хороший музыкант. Расскажите об этом. Да, я сейчас как раз вот закончил вместе с Николаем Масальским. Он продюсировал мой сольный диск, и сейчас вот мы как раз закончили запись, и как раз вот к моему 50-летию мы практически вот пришли к такому моменту, что диск готов, теперь его просто надо напечатать. И я думаю, что слушателям очень понравится, потому что там, ну, такие хорошие, добрые, откровенные песни на любой возраст. И 18 октября в Фонтане мы проводим как раз и Николай Масальский будет петь, и Элла Хрусталева. Мой сольный концерт, где будем петь песни, которые я написал в разный период времени. На самом деле здорово, что есть такие депутаты, которые и с творчеством хорошо знакомы, и с историей города, и, в принципе, знают, что сделать для того, чтобы нам чуть-чуть повеселее жилось. Еще раз вас с праздником. Спасибо за то, что нашли время прийти в нашу студию. Это была программа «Подробности». До новых встреч в эфире.